итак дорогие друзья я вас всех приветствую сегодня с нами присутствует наш куратор Мид Гаскаус с планетой Эслер биолог, психолог и специалист по инопланетам и цивилизациям а также присутствует, сегодня он решил тоже отвечать на вопросы Раум Тиан с планеты Бурхат, он является специалистом по энергетическим взаимодействиям по нашим физикам, я напоминаю меня зовут Ирина Подзорова я являюсь контактером с внеземными цивилизациями итак дорогие друзья да и вам привет Миду хорошо можете писать вопросы если у кого есть какие-то вопросы можете написать о отлично что конкретно вибрирует в материальном и духовном мирах почему поднять вибрации можно только в материальном мире какой смысл воплощаться в материальном мире вот, сразу три вопроса отлично да, хорошо в материальном мире вибрирует электромагнитные поля, энергетические поля которые своими вибрациями создают различные ну по-вашему как частоты эти частоты создают то, что мы видим, слышим создают наши миры то, что мы видим, слышим, ощущаем все это состоит из частот материального мира в духовном мире вибрирует божественный свет любви у него нет таких вибраций, как у материального мира под вибрацией духовного света понимается изначальный ритм который создал вселенную вселенная же ритмично ну что значит духовные вибрации это значит повышение названо по аналогии это значит, что повышение частот вибрации приближает нас к Богу чтобы понять опустились мы по вибрациям или поднялись необходимо принять тот эталон который является можно сказать идеалом в духовном мире если в материальном мире мы вибрации измеряем в герцах, в килогерцах в чем мы будем измерять духовные вибрации они измеряются только духовным сердцем и самым высшей вибрацией в духовном мире является вибрация божественной, безусловной любви все, что приближается к этому чувству, к этой любви является высокими вибрациями а все, что отдаляется, это является низкими вибрациями любое чувство, которое совместимо с любовью это высокие вибрации а которые противоречат низкие вибрации также и с желаниями, и с мыслями, и с эмоциями да, второй был вопрос по какой причине вибрации можно поднять только в материальном мире ну, ответ очень простой и да, и я помню значит материя сама по себе соединяясь с духом делает его способным к изменению вы знаете, что материя изменчива она может создавать различные формы различные объекты, различные тела которые проходят цикл рождения рост рождение, рост ну, можно сказать уменьшение жизненной энергии или то, что мы называем старение да, то есть и смерть, то есть разрушение это проходит а через это проходят не только живые объекты но и неживые в нашем понимании объекты, что мы называем неодушевленными например, камни, горы планеты, звезды тоже рождаются тоже у них есть период молодости так сказать период старости и разрушения это есть такой закон материи потому, что она постоянно меняется и благодаря своей изменчивости она дает нам возможность изменяться тоже когда мы воплощаемся в тело мы приобретаем особую жизненную силу мы приобретаем инстинкты и так далее и проходя различные уроки в материальном мире решая различные задачи испытывая разные эмоции мы можем изменить состояние своего духовного сердца можем либо повысить свои вибрации то есть, как мы уже помним развить в себе безусловную любовь либо наоборот и это мы можем сделать только в материальном мире в духовном мире мы можем кого-то любить мы можем к чему-то стремиться но изменить свое духовное сердце мы не можем вот какие мы туда попадем таки мы и останемся в своем характере я имею ввиду в своем сердце духовном до своего воплощения почему у Кирхетона три глаза и почему нет шеи действительно интересный вопрос Мит Гаскал цибиолог изучал ли ты биологию Доральцев да, в общем изучал дело в том что предки Доральцев жили на другой планете не на Дорале и они эволюционировали из животных да, я поняла которые ну, если смотреть отдаленно в земной тип напоминали чем-то медведей но они были у них было такое строение головы которое практически полностью сливалось с туловищем то есть в процессе эволюции это так и осталось когда они стали прямоходящими у них ну, не было вот, например мы, да, я поняла из приматов эволюционировали вот у них есть шея а у тех животных у них практически она отсутствовала то есть туловище плавно переходило в голову сейчас показывает просто образ этого животного чем-то действительно напоминает медведя такого темного цвета но почему-то я на нем не вижу шерсти или она есть очень короткая да, вот такая вот ну, не как он у наших как пушок какой-то вообще интересно да а три глаза на той планете где эволюционировали эти животные эта планета располагалась я поняла тебя далеко от звезды от центра их солнечной системы не нашей а их солнечной системы и эта планета еще медленно вращалась вокруг своей оси и поэтому там были долгие темные ночи да и день был достаточно сумрачным потому что было как далеко от звезды и по этой причине у многих животных был орган который улавливал инфракрасный свет вот у этих медведей тех планет тоже в центре черепа был орган ну он тоже как в форме глаза вот он у меня сейчас показывает и он видел инфракрасный свет то есть тепловое излучение улавливало в момент когда на планете было темно так они ориентировались и он эволюционировал таким образом что этот третий глаз остался эволюционировались приматов я имею ввиду не мы сами тут написано эволюционировались приматов неужели это правда не мы сами эволюционировались приматов а наши предки вот которых взяли для интеграции с другими расами вот этот вот основа нашего генотипа составляет гены приматов вот эти приматы которых взяли они эволюционировали из других приматов ну можно так сказать на момент 3 миллиона лет назад те приматы которых взяли для гибридизации с инопланетными расами они были самыми ну можно сказать совершенными приматами на земле но да тем не менее у них не было разума у них не было разумного духа он там не воплощался и они для того чтобы эту биологию этого тела привести в соответствии с разумным духом они добавили свои гены то есть эта история известна нам добавили гены трех анопланетных рас поэтому считается биология что мы и одновременно эволюционировали от приматов и в то же время в нас гены другим раз как гибриды считается да это в наши тела наши духи в любом случае от бога да может так вопрос может ли быть что эльфы представители внезапной цивилизации то что вы называете эльфами то есть люди с крыльями которые важны за животные ну в мифологии земли вот сейчас мид говорит насколько я изучал вашу мифологию как описываются эти существа это духи природы то есть плазмоиды они могут принимать любые образы в том числе людей и они могут представляться в форме маленьких людей с крыльями и это их вид да такой вид как эльфы это те плазмоиды которые отвечают за сотворение душ растений да душ насекомых и ну так стабилизацию этих животных этих растений этих насекомых то есть их гармонию между собой ну проще говоря они их создают они за ними ухаживают они их лечат и они их перевоплощают при смерти тела там был вопрос про гравитацию что такое гравитация и является ли есть ли гравитация на стероидах я вот сейчас прочитала вопрос гравитация и возникает ли она из эфира ну если смотреть очень вот сейчас Рам Тян говорит у нас когда-то физик если смотреть на происхождение любых типов физической энергии их изначальное происхождение из того что вы называете эфир то есть эфир это тонкоматериальные энергии которые составляют плазмоидные миры и как прослойки между ними все это вместе вы называете эфир то есть это огромный океан энергии который как окружает вашу вселенную и одновременно находится в ней то есть это как океан в котором плавает вселенная можно так сказать и вот ну это все находится на тонком плане он одновременно вселенная в нем плавает и одновременно она в нем растворена можно так сказать И любая физическая энергия, тепло, свет, электричество, магнетизм и так далее, они в любом случае имеют свое происхождение из эфира, из эфирных энергий стихии, как мы называем. Эфирные энергии стихии, соединяясь между собой, порождают три уровня энергии в атоме. Все это делают плазмоидные цивилизации, ответственные за создание плотного материального мира. Ну, конечно же, да, гравитация – это энергия третьего уровня, она находится в каждом атоме и во всех других более крупных частицах и физических телах. Конечно же, она есть в стероидах. Гравитация есть даже в одном атоме, просто она маленькая, то есть ее там мало. А стероид – это огромное количество атомов, так сказать, от собранных в одном месте пространства. Поэтому, естественно, у астероидов есть гравитация. Так, если родина моей души, неизвестная нашей галактике, планета Сифириус, о которой даже многие контактеры не слышали, какова вероятность встретить в физическом мире человек с той же планеты? Или вряд ли? О, какой вопрос интересный, кто мне его задал. Алина. Алиночка, Мид Гаскарус отвечает. Ваша душа, ну, когда ваш дух, мог быть воплощен на очень многих планетах. И на Земле, и на, вот, которые вы назвали, и на планетах нашей галактики, и на планетах других галактик, и также в плазмоидных мирах. Какова вероятность, что вы встретите человека, который имел опыт воплощения хотя бы единожды там, где были воплощены вы? Эта вероятность, учитывая количество планет и миров, достаточно маленькая, но она не нулевая. Хотя есть планеты, которые, да, обитатели которых, выходя из воплощения, чаще всего выбирают Землю своим следующим плацдармом для деяний, совершенных в свете Бога нашего. Ну, какой ответ был? Что да, есть такая вероятность, что жители одной планеты в другой галактике встретятся на Земле, но это вероятность меньше, так сказать, чем, что встретятся жители, бывшие жители планеты Межзвездного Союза, которые перевоплотились на Земле, так как обитатели Межзвездного Союза воплощаются на Землю чаще, чтобы привести нашу планету в Межзвездный Союз. И примерно вот вкратце такой был ответ. Что касается обезьяны, да, обезьяну можно научить языку жестов, но это будет как... да, я поняла, рифлю. У животных есть душа, животная душа, у неё тоже есть разум. Этот разум не такой, как у духа, духовный разум, а инстинктивный разум. Инстинктивный разум тоже обладает памятью, в том числе о том, чтобы запомнить, ну, если мы смотрим на обезьяну, чтобы запомнить последовательность, ну, как сигналов в языке для глухонемых. Почему? Потому что инстинктивный разум в душе, инстинктивная память, она тоже достаточно много информации может себя поместить. Например, вы знаете о том, что многие животные запоминают свои клички, запоминают своих хозяев, могут с ними общаться какими-либо жестами, не только обезьяны. Например, те же самые собаки и кошки различными движениями тела, это для них тоже язык, так сказать, глухонемых, можно так сказать, они тоже подают своим хозяинам определённые сигналы. Мало того, птицы, да, я помню, птицы, которые живут в дикой природе, даже там вороны, воробьи, скворцы и так далее, они тоже, у них есть целые, у них могут, да, у них могут быть целые ряд жестов, которые они показывают друг перед другом, например, в период брачных игр. Тоже они это запоминают и тоже общаются между собой. Мало того, пение, да, каждой певчей птицы, это не просто бессмысленное щебетание, а это, ну, как бы речь, обращённая на своём языке, понятная другим птицам того же вида. И мало того, например, не только мы возьмём птиц, мы ещё возьмём насекомых. Например, вы знаете, что пчёлы обладают сложным языком. Одна пчела может движениями своего тела, крыльев, объяснить другим пчёлам, где находится мёд и по какому пути туда лететь. Потому что в пчёл тоже воплощена душа, только так, как они насекомые. Это групповая душа, то есть в одной душе воплощено несколько тел. Ну, если мы говорим конкретно о пчёлах, то это в районе 30-35 тел может быть воплощено в одной душе пчелы. То есть, да, то есть одна душа, она во многих телах их там находит. Групповая душа, так называемая. Я воплотилась в 23 уровня. Интересно, что я сделала хорошего. Что вы сделали хорошего, если вы... Да, хорошо. Если вы воплотились в 23 уровня, значит, это был ваш уровень перед выходом, да, в момент выхода из предыдущего воплощения. Конечно же, вы развивали в себе любовь, вы развивали в себе свет, вы помогали другим. Каким-либо конкретным образом это записано в памяти вашего духа. То есть, да, той невоплощённой части духа, высшее я, его называют. В проекте Кассиопея и аналогичных эзотерических проектах называют высшее я. Вы можете спросить у своего высшего я, попросить его открыть вам подробности вашего воплощения. Оно может это сделать во сне, либо в астральном путешествии, либо с, как вы это называете, в особом духовном видении, то есть во время медитации. Благодарю всех. Так, о. На Ислере дарят ли подарки женщинам? Нет. Монитор... смеется. Он говорит, что не только женщинам дарят подарки. У нас нет такого конкретного ритуала, чтобы подарить подарок в какой-то, например, определённый день. У нас это может каждый сделать в любой момент, ну, как бы по зову своей души, то есть, ну, вот как подарок, это символ не только расположения к определённому, да, к какому-то человеку, не только знак любви, но ещё в подарке ещё заложен смысл, ну, например, отношения к этому человеку. Может быть, какой-то даже духовный совет. То есть, у них это мог, да, 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 ребёнок может что-то подарить своим родителям. Или наоборот. Это могут быть не только материальные предметы, ну, и, например, как по-вашему это называется. Мы очень любим на Ислере заниматься искусством. То есть, у нас есть определённые стихи, песни, литература, да, как картины. И подарком не обязательно может быть что-то материальное, ну, и может быть стих, может быть песня, может быть картина. То есть, вот так говорит. Так, почему на Земле не эволюционировали морские животные? И тоже к тебе вопрос. Да, мы тоже рассматривали этот вопрос. Было несколько претендентов из морских животных. Он мне сейчас как дельфинов показывает, только таких больших. Как акулы какие-то. Да, были претенденты, у них очень сложно устройство мозга. И, да, достаточно развитая нервная система. Но дух не может, я поняла, дух не может поселиться в это тело по той причине, что он энергетически несовместим. То есть, ещё недостаточно развиты передние, ну, вот он мне сейчас показывает, как передние отделы мозга, в которых есть отделы, через которые проявляется именно духовный разум. Как я вот сейчас его понимаю, он мне сейчас показывает картинку мозга. И, да, рассказывает. По какой причине они не развились, так как, например, задние отделы, которые отвечают за чувства, эмоции, желания. То есть, вот как, ну, это сзади, опять же, у этого дельфина, как я поняла. По какой причине они не развились? Ну, и тут существует несколько теорий, которые мы также проверяли беседами, контактами с плазмоидными цивилизациями, которые создают души для этих животных. Удалось выяснить, что эволюционировать их мозгу, вот этому вот отделу мозга, который бы помог вселиться разумному духу и проявиться через него, эволюционировать этому отделу мозга мешает, ну, вот как отсутствие, ну, как по-вашему отсутствие необходимости развиваться. То есть, не было достаточно условий для естественного отбора. То есть, не было достаточно, ну, таких, не то, что жестких, но вот таких суровых условий для того, чтобы они смогли, эти дельфины, эти животные смогли думать, как сохранить свою жизнь и оставить потомство. Так, откуда появились люди? Ну, дорогие друзья, только что сказали, что люди были созданы инопланетянами 3 миллиона лет назад из земного примата, в ДНК которого внедрили ДНК трёх инопланетных цивилизаций. Подробности смотрите на нашем канале Кассиопея Ирина Подзорова. Пожалуйста. Был, да, я помню, МИД говорит, сейчас был вопрос, как развлекаются молодые люди на разных планетах. Слово «развлечение» – это значит то, что приносит радость. Как я понимаю, развлечение – это то, что приносит радость, то, что приносит положительные, позитивные эмоции. Молодые люди, существует очень много занятий в нашей галактике. Это путешествия по разным планетам, исследования разных планет, и как общение друг с другом, и вот как… Вот мы сейчас показываем астральные путешествия, и также общение со своими кураторами, с духовным миром, ну и, естественно, познание истории, то есть у них… Да, сейчас я ему объясню. МИД, дело в том, что на Земле, в отличие от вас, у нас всё-таки под развлечением немножко, ну, в сторону искусства понимается, так сказать, не обучение. Ну вот он говорит, что им приносит положительные эмоции, когда они познают что-то новое и духовно развиваются. Ну, так их приучают в школе, то есть у них… Как начать контактировать с внешним цивилизациям? Да. Вначале необходимо установить и настроить устойчивый контакт со своим Высшим Я, то есть о чём я говорил вначале, с вашей невоплощённой частью Духа. После того, как вы установите контакт с… да, сами, либо с помощью мастера-проводника к Высшему Я, необходимо, прежде установления контакта с внеземными цивилизациями, вначале установить свою цель воплощения, выполняете ли вы свою задачу, есть ли препятствия на этом пути, естественно, очистить свои энергоцентры или, как вы их называете, чакры, то есть энергетические центры, соединяющие… да, помогающие… помогающие проявля… да, через которые проявляется Душа через тело, через которые Душа проявляется в теле, то есть эти центры, они находятся одновременно и в ауре, и на уровне физического тела. Вот в них могут быть негативные блоки, некоторые остаются с детства, некоторые накапливаются во взрослой жизни. Чтобы вы чисто и без искажений слышали своих кураторов, чтобы вы не сомневались в их существовании, вам необходимо очиститься от блоков. И после этого вы можете спросить, являетесь ли вы контактером, может быть, вы уже неосознанный контактер, и с кем именно, и в зависимости от ответа, да или нет, либо уже настраивать сознательный контакт, если есть контакт, а если вы не контактер, ну, значит, спрашивать, можете ли вы быть контактером, соответствует ли этой жизненной задаче, ну и далее, да, я помню, Ирина, например, умеет настраивать контакт с Высшим Я, и также ученики, дорогие друзья, ученики нашей школы Кассиопеи тоже самое умеют это делать. Обратитесь, пожалуйста, в наш центр. Так, вопрос. После смерти на Земле души в духовном мире также привязываются друг к другу или улетают. В духовном мире существует абсолютная свобода. Любая душа, да, любой дух, любая душа имеет полную свободу быть рядом с кем-то, либо быть одной. То есть, она может либо свой построить, но это не мир, а вот как отдельное постранство, дом свой может построить, есть души, которые там строят целый город, а есть такие души на высоких уровнях, которые хорошо владеют своими мыслеформами и управляют своей энергией, они могут построить целую планету. Ну, это будет в духовном плане. Это будет не плазмоидная планета, а именно в духовном плане они всё придумают, и она у них появится. Так, поднявшись на 24 уровень, воплощение больше не происходит, написано. Ну, почему? Ну, да, воплощение, возможно, из 24 уровня и из тех уровней, которые находятся над ним, но с наших уровней не видны. Вы же знаете о том, что, например, Архангел Михаил воплощался в Серафима Саровского. Да, и любой дух может воплотиться с любого уровня по своему желанию и обязательно, ну, не просто бесцельно, а с какой-либо целью. Если воплощается дух с 24 уровня, это говорит о том, что у него есть цель привести на этот уровень других. Как исправить заикание? Заикание, то, что вы называете заиканием, это спазмы да, дыхательных путей и речевых мышц, то есть мышц, которые используются для речи в момент разговора. Эти спазмы, да, мышц и дыхательных путей происходят от блок, ну, можно сказать, от заблокированных чувств, эмоций и мыслей. но обычно это чувство страха, чувство стыда, чувство неуверенности в себе, которое было ранее в прошлом, возможно, в детстве, а теперь это блокирует выход энергии через пятую чакру, и поэтому на физическом уровне появляются такие, ну, вот как задержки. человек не может высказать то, что он хочет. Как от этого избавиться? Вам необходимо сходить на сеанс в высшем «я», спросить, в высшую «я» духовную причину этого заикания, чего состоит этот блок, да, конкретно, и растворить его с помощью специальной практики, и после этого духовной причины физическое тело пристановится. Для ускорения этого процесса можно будет делать лихательное упражнение и детективные практики. Души детей договариваются ли с родителями? Да, бывают, договариваются практически всегда. Да, дух, который идёт на воплощение, ему показывают, сколько детей, ну, вот сколько душ, можно так сказать, желает через него перевоплотиться. Но, естественно, в процессе перевоплощения в процессе воплощения это может измениться, потому что меняется сам дух, меняются его вибрации. Кто-то может, может сказать, раздумать, воплощаться, а кто-то может, наоборот, захотеть воплощаться у этого человека. Но, в любом случае, высшее «Я» этого человека, как невоплощённая часть Духа, которая находится в духовном мире, она даёт на это согласие, на это воплощение, потому что иначе эту душу, да, этот Дух не пошлют воплощение её духовные наставники, ангелы-консультанты. Как настроиться на поддержку высших сил, как их почувствовать? Ну, почувствовать. Вы написали, видите, как настроиться на поддержку высших сил, и тут же вы даёте себе ответ. Как их почувствовать? Правильно, вы себе ответили на ваш вопрос, то есть, их необходимо почувствовать. Как можно почувствовать высшие силы? они находятся в нас же, и они находятся везде вокруг. Всё, что нас окружает, это божественная энергия в различных формах. Как почувствовать? Необходимо спросить себя, что вам мешает? Мешает чувствовать высшие силы? Это закрытое сердце. Закрытое сердце, духовное сердце автоматически закрывает духовное видение, которое вы называете проявлением третьего глаза. Он сейчас показывает. Так что искусственные способы открытия третьего глаза без раскрытия духовного сердца могут привести только к духовным повреждениям, могут привести к духовным психологическим травмам. Потому что пока сердце не открыто высшему миру, духовное видение и способность контакта открывать преждевременно. Это может привести к контакту с низковибрационными сущностями, которых сердце не сможет распознать. «Как открыть духовное сердце?» Ну да, вопрос уже. То же самое. Растворять блоки, которые мешают чувствовать, мешают видеть, мешают общаться со своим Высшим Я. Всё это вы сможете сделать на сеансе связи со своим Высшим Я. И после этого, ну да, не останавливаться, конечно же, на растворении блоков, а медитировать, молиться, читать духовную литературу и обязательно развивать себе любовь. То есть делать бескорыстные добрые дела. Бескорыстные, что значит, не ожидая взамен благодарности. Это очень хорошо раскрывает сердце. Так. «Я скучаю и плачу по дракону. Увидела его на сеансе у Высшего Я. Он был поистине не огромным и пугающим, но искренне любил меня». Скучать и плакать точно не нужно этого делать. Это понижает Ваши вибрации, дорогая моя божественная душа. И если Вы скучаете и плачете, это существо, если у него высокие вибрации, оно расстраивается от того, что Вы так плохо себя из-за него чувствуете. лучше посылайте ему свет своей безусловной любви и желание встретиться, и это обязательно произойдет на том уровне, на котором Вы сможете почувствовать. «Я потеряла единственного сына почти 11 лет назад. Светлый человек, помогите, как мне знать, уплотился ли он на земле или находится в духовном мире». Дорогая моя, я Вам сочувствую, но Вы помните, что умерло только тело Вашего сына, сам он ушел в духовный мир. Очень вероятно, что это произошло как раз потому, что он выполнил свою программу воплощения, то есть ушел в тот срок, в который он сам начал находиться еще в духовном мире. Вероятность этого достаточно высока. Как узнать, воплощен ли он сейчас? Это Вы можете узнать соединившись со своим Высшим Я, со своим внутренним светом и просить Высшее Я, свое Высшее Я, пригласить его Дух на беседу с Вами, но обязательно этому должна быть причина, этому должна быть серьезная причина, не просто праздное любопытство, потому что контакт с Духом Духовного Мира для контакта с Вами будет отвлекаться на материальный мир, и этому должна быть причина, например, не просто бомбытство, а желание помочь в чем-то, либо простить его, либо попросить прощения, короче, эта причина должна быть связана с повышением ваших вибраций, и тогда он придет через ваше Высшее Я, и вы у него спросите, воплощен он, не воплощен, но обязательно поблагодарите его за то, что он пришел, и пошлите ему свет своей любви, то есть это необходимая, ну можно сказать, энергетическая поддержка, энергетическая компенсация той Души, которая пришла. Могут ли случиться негативные привязки при выходе на Высшее Я? Это практически исключено, потому что Высшее Я является самым высоким чистым светом в человеке, является частичкой Бога, которая есть в нем, ну вот как божественной энергии, это является выходом на состояние истинного сына или истинной дочери Бога, которая является бессмертным духом, и негативные подключки в этом состоянии исключены, потому что они не будут совпадать вибрациями, никакие сущности, да, хорошо, которые будут находиться рядом, они не смогут подключиться к Вам, ну да, рядом они могут находиться, но если Вы пошлете им свет своей любви, он будет им неприятен, и они отойдут в сторону, почему им неприятен свет любви, он для них очень высоковибрационен и причиняет им боль, ну не физическую боль, а как душевную, так, можно ли восстановить с низковкалерный, ну смотря как далеко зашел процесс, но во многих случаях это вполне возможно, специальными, есть специальные препараты, он здесь не будет давать конкретных названий, потому что они могут Вам не подойти, Вам необходимо сначала устранить духовную причину заболевания и выбрать конкретный препарат через свои вибрации, то есть спросив себя, их достаточно много, существует, но сначала необходимо определить и устранить духовную причину заболевания и делать физические упражнения именно конкретно для коленных суставов, для того, чтобы был прочный мышечный каркас и тогда уменьшится скорость дальнейшего разрушения хряща и уменьшится боль. И необходимо применять специальные препараты, но чаще всего, конечно, это вытяжки из хрящевой ткани различных животных. Могут ли влиять на связь кураторы? Ну, они сейчас уже встали, и так они встали чуть подальше, я не думаю, что они влияют на связь, я думаю, что это интернет, что-то с интернетом у нас. Знаете ли вы про книгу знания, которая была диктована в Турции в 80-х годах прошлого века женщине, и в которой дается все вселенское знание? Нет, дорогие друзья, я такой книги не слышала, наши инопланетные друзья тем более не слышат, то есть они говорят, мы можем изучать книги, читать книги, только через своих контактеров и только в тот момент, да, не всегда, когда приходим на контакт. Благодарю вас. когда человек икает, что происходит? Правда, говорят, что его кто-то вспомнил. О, какой вопрос. он икать может по совершенно разным причинам, но если смотреть чисто физически, это такой микроспазм, да, хорошо, дыхательных путей, он может икать, например, из-за переполненного, из-за переполненного желудка, или из-за того, что он голоден, то есть из-за нестабильности желудочной кишечни тракта, из-за сабильных, может, например, из-за различных интексизаций и так далее. То есть, это, икает, это скорее было, да, это было поверье, которое было на другом основано, когда были люди более чувствительные к энергетическим изменениям своего поля, они чувствовали, да, древние люди, пока жили до войны, 12 тысяч лет на стане жили в природе, общались с духами природы, были более чувствительны к изменению своего поля, и когда они думали, то есть просто думали, а призывали их мысленно, они чувствовали прижать, вот, сейчас показывают на третью чакру, как волну, которая поднимается вверх, но это не икота была, это уже потом так сказали, и это был знак, что их кто-то вспомнил, кто-то мысленно к ним обратился. Как избавиться от чувства вины, если не можешь дать людям всё, что они хотят? Я поняла вопрос. Полюбить себя, принять себя такой, какая вы есть, полюбить и принять все свои качества и признать, что вы являетесь любимой, дочерью Бога, что вы имеете такое же право на счастье, такое же право на подарки, такое же право на внимание, так, как и те люди, которым вы хотите что-то дать. это первое. Второе, если вы не можете им этого дать и они вот как обижаются на это, они довольны этим, как-либо высказывают или каким-либо образом проявляют к вам пренебрежение, это уже говорит о том, что у них не безусловно любовь к вам, а эгоистическая. и если у них такого рода любовь, то что бы вы им не давали, они не почувствуют удовлетворение, потому что они не любят тоже себя. Они не любят себя, и вы не любите себя, и вы не можете друг другу дать любви, обменяться ей. вначале вам необходимо полюбить себя, и потом вы будете что-то давать или что-то не давать совершенно свободно. Они это почувствуют и будут совершенно счастливы, удовлетворены просто общением с вами, обменом с вами энергиями, потому что они почувствуют в вас чистый свет божественной любви. Как сказал Серафим Саровский, спаситесь сами и вокруг да, спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Давайте мы сейчас кстати закроем глаза. Давайте сделаем короткую медитацию. Сейчас очень необходимо наполнить землю светом. Я прошу вас всех закрыть глаза сейчас. Расслабиться. Переходим на спокойное дыхание. Делаем медленный глубокий вдох и расслабляемся. Дорогие друзья, давайте представим перед собой планету Земля. мы представим как она выглядит. Это наша Родина. Это Родина каждого из нас. в какой бы стране мы не жили все мы видим голубое небо. Яркое солнышко. На каком бы языке мы не говорили все мы пьем 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 одну воду, дышим одним воздухом. и всякого рода вражда существует только в искаженных умах. Искажены они негативными блоками. Как только мы очистим духовные сердца, всякая вражда исчезнет, и мы почувствуем единство с собой, друг с другом из планеты Земля и с Богом. Посмотрите на эту планету, представьте ее перед собой, какая она прекрасна. Посмотрите на нее, посмотрите какой великий дар дал нам Творец Вселенной. Он доверил нам эту планету как голубую жемчужину, чтобы мы хранили ее и заботились о ней. И чтобы она смогла нам ответить тем же, чтобы мы развивались, каждый народ, каждое племя, каждая семья смогли идти плечо к плечу, к свободе, к гармонии, к новым возможностям. Давайте мы представим всех людей на Земле, представим, как на Земле стоит много, много разных народов. Это эгрегоры. Посылаем им свет, делаем медленный глубокий вдох, представляем свет в своем сердце, очень яркий, как солнечный свет. протягиваем мысленно руки ладонями вперед к Земле и посылаем свет через свои ладони. Выдыхаем, посылаем свет на выдохе. Он должен проходить из сердца через руки и выходить из ладоней. Посылайте свет каждому человеку на Земле. Посылайте младенцам, посылайте старикам, мужчинам и женщинам. Говорите мысленно. Мы все единые на Земле. Наше разногласие временное. Каждый человек чувствует боль одинаково. Каждый человек стремится к счастью, к любви, к покою. Посылаем им этот свет. Теперь мысленно говорим. Дорогие земляне, все мысленно говорим, обращаясь к землянам. Дорогие земляне, жители одной и со мной планеты. Я посылаю вам свет своей любви и благодарю вас за все духовные уроки, которые я прохожу вместе с вами. Я искренне благодарен вам за них. я благодарю всех моих родственников, всех моих друзей, всех моих врагов, каждую божественную душу, которую я встретил на этой планете за духовные уроки. Посылаю вам свет своей любви. Мысленно представьте, что вы посылаете свет. И как всегда представьте правителей. Представьте правителей тех стран, которые сейчас в конфликте. Можете других стран, любых. Это главы эгрегоров, которые сейчас конфликтуют, которые столкнулись друг с другом, злятся друг на друга. Давайте примирим их, посылаем им свет любви, говорим, дорогие божественные души правителей, мы благодарим вас за ту работу, которую вы делаете на земле, за то, что вы проявляете свой свет так, как можете и умеете. теперь представим, что от нас идет свет каждому правителю, в голове каждого эгрегора и так же наполняет, как наполнял народ. Посмотрите, как они нуждаются в свете, посмотрите, как открываются их сердца. я хочу подчеркнуть, что это абсолютно добровольный фианс, мы не заставляем их принять наш свет, мы предлагаем им это сделать и стать счастливыми. отлично. А теперь скажите мысленно, я прошу мое высшее я, я прошу моего ангела-хранителя, всех ангелов-консультантов и весь духовный мир, помочь мне стать чистым каналом, проводником божественной абсолютной любви и посылать свет любви на мою планету, очищать пространство от всех низковибрационных духовных состояний. Посмотрите, как усилился свет, это помогают нам все наши ангелы, все наши кураторы, наставники, наше высшее я, мы все едины. Да, посылайте свет, если видите темные пятна на земле, в какой-либо стране, в какой-либо области, посылайте туда больше света. Он сейчас необходим. Я чувствую вашу любовь, я почувствую, как вы меняете пространство и выстраиваете более светлые линии вероятности событий в этом мире. Отлично. дорогие друзья, теперь мысленно скажите, я благодарю мою высшее я за эту практику наполнения народов света. благодарю благодарю и принимаю, люблю и благословляю, обещаю направить эту энергию на развитие безусловно любви в своей душе, в своей семье, в своем городе, в своей стране и на своей планете. Оно так и есть. Теперь я буду считать от одного до пяти. Когда я скажу пять, вы вернетесь в обычное состояние сознания и полностью соединитесь со своими телами. Один, два, три, четыре, пять. Открываем глаза. Подтянитесь. Мы хорошо поработали. ну, дорогие друзья, благодарю всех за медитацию. Мы наполнили да, мы всю территорию земли, всех наших стран, любимой нашей России, любимой нашей Украины, любимой нашей Белоруссии, любимых наших Соединенных Штатов Америки. В духовном мире нет разделений. Мы можем воплотиться в следующей жизни в любой стране. Не то, что на Земле, а вообще на другой планете, как вы уже слышали, в другой галактике. Да, можно так делать каждый день, естественно. Благодарю. Это очень, сейчас да, Мит говорит, очень полезно делать каждый день. Да, хорошо, сохраним эфир. Вот моя рука и рядом с тобой я. звездная семья Кассиопея. Вместе познаем миры и созвездия. Мы одна семья Кассиопея. Вот моя рука Кассиопея. Кассиопея. Нажимаю свой прох Fleet Субтитры